Общая история и культура, духовно-нравственные ценности и традиции, дружба и добрососедство. Все это мощный фундамент для тесного и взаимовыгодного сотрудничества государств Центральной Азии. Объединение потенциала во имя благополучия и процветания наших народов. Принципиально новую диалоговую платформу для расширения многостороннего партнерства предложил президент Шавкат Мерзиёев. Инициатива о проведении консультативных встреч была выдвинута лидером нашей страны в 2017 году с высокой трибуны 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Первый саммит глав государств Центральной Азии прошел уже в марте 2018 в столице Казахстана Нур-Султане, а второй в ноябре 2019 в Ташкенте. Третья встреча состоялась в августе прошлого года в национальной туристической зоне Абаза в Туркменистане. Накануне президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова прибыл в город Чалпанату. Главное государство в аэропорту встретили председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акалбек Джапаров и другие официальные лица. В этот же день состоялась неформальная встреча. Президент Узбекистана Шавката Мерзиёева, президента Казахстана Касыма Джамар Татакаева и президента Кыргызстана Садыра Джапарова. Главы государств вместе посетили культурный центр НОМАД, осмотрели выставку ремесленнических изделий. Здесь были продемонстрированы игры кочевников. Концертная программа, в которую были включены песни и мелодии народа в Центральной Азии, стала очередным свидетельством общности и культурной близости наших стран. Сегодня в городе Чалпанате состоялась четвертая консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В саммите под председательством президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова приняли участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёй, президент Республики Казахстан Касым Джамар Татакаев, президент Республики Таджикистан Эмамали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердемухамедов. Были обсуждены вопросы укрепления взаимодействия по совместному реагированию на современные вызовы и угрозы региональной безопасности, перспективы расширения регионального сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста, продолжения активного культурно-гуманитарного обмена государств Центральной Азии. Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан, уважаемому Мирзиёю Шабхату Мирамоневичу. Уважаемые коллеги, рад приветствовать всех участников нашей встречи. Присоединяюсь к словам моих уважаемых коллег и выражаю признательность президенту Кыргызстана Садар Нургажаевичу за тёплый приём и прекрасную организацию нашего саммита. Также приветствую уважаемого Сердара Гурбангулевича, который впервые принимает участие в консультативной встрече. Как неоднократно сегодня отмечалось, благодаря налаженному диалогу в этом формате нам удалось укрепить отношения дружбы и добрососедства, создать в регионе совершенно новую атмосферу конструктивного сотрудничества. Мы последовательно решаем непростые задачи обеспечения безопасности и стабильности, устойчивого социально-экономического развития Центральной Азии. На этом пути было устранено множество барьеров, созданы условия для свободного перемещения наших граждан, активных культурных и туристических обменов. Сформирована благоприятная среда, которая способствует росту взаимной торговли и инвестиций. Только за последние пять лет объем внутрирегионального товарооборота увеличился в два раза. Мы также приступили к реализации совместных проектов промышленной кооперации, создаем эффективные цепочки добавленной стоимости, развиваем транспортную и энергетическую инфраструктуру. Самое важное, все эти положительные изменения чувствуют наши братские народы. Уважаемые коллеги, согласен с прозвучавшими здесь оценками сложной ситуации в мире, которая непосредственно влияет и на наш регион. Наблюдается стремительная трансформация международного порядка с трудно прогнозируемыми последствиями. Мы становимся свидетелями растущего дефицита диалога и доверия на глобальном уровне. В результате усиления кризисных явлений в мировой экономике нашей страны сталкиваются с проблемами разрыва традиционных логистических цепочек, растет импорт инфляции, многократно повысились риски продовольственной и энергетической безопасности. В этих условиях еще больше возрастает востребованность координации и повышение эффективности многостороннего сотрудничества в рамках формата консультативных встреч. Подчеркну, что мир, стабильность и благополучие всего региона зависят от нашей сплоченности, готовности принимать решительные меры по защите общих интересов Центральной Азии. Уважаемые главы государств, в целях дальнейшего укрепления многоплановых отношений и развития практического регионального взаимодействия считаем целесообразным сфокусировать наши общие усилия на углублении партнерства в следующих ключевых измерениях. Первое. Это экономическое измерение. Анализ показывает, что, несмотря на положительную динамику, потенциал торгово-экономического сотрудничества наших стран все еще остается нераскрытым. Сегодня нам внутрирегиональные торговли приходится по разным оценкам от 5 до 10% от общего товарооборота стран региона. В этой связи мы предлагаем активно использовать новые формы и механизмы стимулирования взаимной торговли. Речь идет о создании системы зон приграничной торговли с унифицированными правилами, процедурами поставок товаров. Здесь важны понимания и поддержка усилий по замещению дорогостоящего и не всегда качественного импорта из третьих стран продукции наших производителей. Другой важной задачей является продвижение совместных проектов промышленной кооперации. Наши бизнес-круги заинтересованы в создании производств, используя конкурентные преимущества и фактор взаимной дополняемости экономик стран региона. В этой связи важно выработать общие подходы к формированию центрально-азиатского пространства, промышленной локализации и импортозамещения на основе национальных программ индустриального развития. Особое внимание предлагаю уделить вопросам цифровизации отраслей экономики, что позволит снизить себестоимость и обеспечить конкурентоспособность продукции. В целях дальнейшего развития торгово-экономических связей предлагаем также шире использовать потенциал прямого межрегионального взаимодействия и запустить ежегодный форум регионов Центральной Азии. Вместе с тем необходимо стремиться к созданию единого благоприятного делового климата для повышения общей региональной инвестиционной привлекательности. Уважаемые друзья, пользуясь случаем хотел бы выразить вам признательность за поддержку недавно принятой по инициативе Узбекистана специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об укреплении взаимосвязанности Центральной и Южной Азии. Развитие этой инициативы считаем важным разработать дорожную карту по продвижению альтернативных транспортных коридоров для выхода на рынки Индии, Пакистана и Китая. Поддерживаю также предложения моих коллег по мерам обеспечения продовольственной безопасности. В этом контексте считаю важным совместно разработать комплексную схему гарантированного обеспечения населения широкой номенклатуры продовольственной продукции, которая в достаточном объеме производится в наших странах. Прежде всего это зерновые, масличные, кормовые культуры, свежая переработанная плодовощная продукция, мясные, молочные изделия и многие другие. В этих вопросах мы должны наладить системную работу, исходя в первую очередь из общих интересов региона Центральной Азии. Второе измерение – это многостороннее взаимодействие в экологическом направлении. Выражаю благодарность за поддержку нашей инициативы о принятии программы «Зеленая повестка для Центральной Азии». В рамках данной программы предлагаем сфокусировать внимание на вопросах выполнения международных обязательств по декарбонизации экономики, опережающего развитие альтернативной энергетики, прежде всего гидро-, солнечной и ветровой генерации с организацией взаимных поставок электроэнергии, широкого внедрения водосберегающих и экологически чистых технологий, а также рационального использования водных ресурсов. Мы должны признать, что, к сожалению, измерения сильно отстаем от ведущих регионов мира в вопросах «зеленого» развития. Для обеспечения конкурентоспособности наших стран долгосрочной перспективы необходимо поручить правительству подготовить план конкретных действий по реализации принимаемой сегодня программы. К гуманитарным измерениям предлагаю усилить совместную работу по реализации программ сотрудничества в области культуры, образования, спорта и туризма, а также глубокое изучение нашей общей истории. Все это, безусловно, будет способствовать дальнейшему сближению наших братских народов. Предлагаем поочередно проводить в наших странах Центрально-Азиатский фестиваль культуры, искусства и кино. Особое внимание хотел бы уделить возможностям расширения нашего сотрудничества в сфере туризма. Нам следует активно стимулировать внутрирегиональный туризм путем разработки специальных туристических маршрутов и продуктов проведения единых пиар-компаний. В этих целях предлагаем создать совместную экспортную группу для подготовки конкретных предложений по увеличению взаимных туристических потоков. Отдельно хотел бы остановиться на плодотворных итогах Центрально-Азиатского форума молодежи, прошедшего в Ташкенте в мае этого года. Мы еще раз убедились, что у нашей молодежи схожие взгляды и устремления, мощный интеллектуальный потенциал. Мы должны и далее всесторонне поддерживать их прорывные инициативы, креативные подходы и стартап-проекты. Предлагаем к нашей очередной встрече подготовить многосторонние соглашения об общих направлениях молодежной политики. Уважаемые друзья, стратегическим направлением нашего регионального взаимодействия является сфера безопасности. Подчеркну, что безопасность региона неделима и прежде всего зависит от того, как эффективно выстроено наше партнерство. В этом плане нам необходимо и далее наращивать практические взаимодействия в борьбе с традиционными угрозами экстремизма и терроризма, организованной преступности и наркотрафика. Нашего особого внимания требуют новые вызовы, связанные с незаконной деятельностью в интернете, масштабы которой возрастают. Сегодня для этих угроз нет границ, они проникают через мобильные телефоны. К сожалению, недавние трагические события в Узбекистане вновь подтвердили наличие деструктивных сил, которые пытаются нарушить наши планы, посеять хаос и нестабильность в нашем регионе. В этой связи поддерживаем предложение о запуске регулярных консультаций руководителей Совета безопасности и спецслужб стран региона по этим направлениям. Нашим важнейшим приоритетом должно оставаться продолжение тесного сотрудничества в вопросах содействия обеспечения долгосрочного мира в Афганистане и его социально-экономическому восстановлению. Мы ближайшие соседи, как никто другой, должны быть заинтересованы стабильностью в этой стране. Именно от нас во многом зависит и то, как данную проблему воспринимает международное сообщество. Также выступаем за активное развитие торговой связи с этой страной и ее вовлечение в региональные экономические процессы расширения гуманитарной помощи афганскому народу, продвижение важных социальных и инфраструктурных проектов. Уважаемые коллеги, главным итогом нашего саммита, несомненно, является принимаемый солидный пакет документов, призванных укрепить отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами во имя мира и устойчивого развития Центральной Азии. Хочу присоединиться к коллегам, выразить уверенность, что результаты консультативной встречи послужат укрепление стратегического партнерства и доверие между нашими странами, дадут мощный импульс продвижения совместных программ и проектов практического взаимодействия. Благодарю за внимание. Президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана в своих выступлениях особо отметили актуальность таких регулярных встреч, а также выдвинули ряд инициатив, направленных на дальнейшее укрепление отношений дружбы, добрососедства и партнерства в регионе. По итогам саммита подписан договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке. Главы государств приняли совместное заявление Челпанатинской консультативной встречи. Дорожную карту по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы. Региональную программу «Зеленая повестка» для Центральной Азии, а также концепцию взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов. На этом четвертая консультативная встреча глав государств Центральной Азии завершилась. Инициированный президентом Узбекистана, подобно регулярный формат диалога, вновь продемонстрировал свою востребованность и эффективность. Здесь приняты очень важные решения. Руководитель нашей страны обозначил целый ряд актуальных инициатив по дальнейшему расширению партнерства между нашими странами. Это и продвижение промышленной кооперации, стимулирование торговых связей и развитие экологического измерения и много других инициатив, которые будут и дальше работать на сближение наших народов. А затем состоялось еще одно мероприятие, которое символично подчеркнуло глубокие исторические корни дружбы наших народов, непрерывный процесс взаимобогащения культуры. Диалог, который в наши дни наполняется новым содержанием, сближает людей. По общности корней нам, родственный народ, в Узбекистане солнечном соседствуя живет. Там фруктов изобилие, богатый урожай. Земля так плодородна, по листине, как рай. И сегодня же на полях очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошедшей в городе Чалпанате, состоялась встреча президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева с президентом Республики Таджикистан Эмамали Рахмоном. Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне. Особое внимание уделено продвижению совместных проектов кооперации и практического взаимодействия в области торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики. Лидеры Узбекистана и Таджикистана также обменялись мнениями по актуальной региональной повестке. На этом визит руководителя нашей страны в Кыргызскую республику завершился. Президент Шавкат Мерзиёев вернулся в Ташкент.